Здравствуйте! Ткаченко Татьяна Евгеньевна, преподаватель кафедры филологии Кустанайского педагогического колледжа, приветствует всех на занятии по предмету современной русский язык и методика обучения русскому языку каллиграфия на тему понятия адеологической и монологической речи. Цель сегодняшнего урока – расширить представление студентов о значении монологической и диалогической речи в устной и письменной форме с целью дальнейшего использования этих знаний в своей профессиональной деятельности. Задача урока – углубить знания о монологии и диалоге, развивать диалоговую культуру, логическое мышление, внимание. Воспитывать любовь к языку будущей профессии, прививать общечеловеческую ценность в любовь и развивать качество, чуткость, щедрость души, гуманность. Уважаемые студенты! Вашему вниманию представлен план занятия, интегрированного с предметом самопознания. В логике сегодняшнего занятия рекомендую вам рассмотреть основную и дополнительную литературу по данной теме. Начнем наше занятие с позитивного настроя – улыбка. Подарите улыбку всем, кто вас окружает. Как сказал Дэйл Карнеги, она создает счастье в доме, порождает атмосферу доброжелательности и служит паролем для друзей. И это действительно так. Антуан Сент-Экзюпери сказал «Самая большая на Земле роскошь – это роскошь человеческого общения». Студенты, как вы понимаете эту цитату? Спасибо вам за ответы. Они показали мне, насколько вы цените общение, дружбу и любите родной язык. Для изучения нового материала разделимся с вами на группы. Первая группа будет работать над материалом «Устная речь». Вторая – «Письменная речь». Третья расскажет нам о диалогической речи. Четвертая – о монологической. Работа в группах ведется со спикерами. Время на подготовку – 7 минут. Я благодарю наших спикеров за выступление и научный подход к освещению данной темы понятия о диалогической и монологической речи. Добавлю, что существует разновидности речи по форме использования языка – устная и письменная речи. Устная форма относительно письменной первична. Она менее подготовлена, непосредственно, стихийна. Средства выразительности – темп, тембр, паузы, логические ударения, жесты, мимика. Необходимо знание орфоэпических норм. Письменная форма относительно устной – вторична. Более строга, сложна по форме, логично. Используются знаки припинания, курсив, шрифт. Необходимо знание орфографии и пунктуации. Также существуют разновидности речи по характеру участия собеседников в процессе общения. Это монологическая речь и диалогическая. Монолог – это обычная речь от первого лица, не рассчитанная на ответную реакцию другого лица или лиц. Обладающая определенной композиционной организованностью и смысловой завершенностью. Диалог – это форма речи, представляющая разговор двух или нескольких лиц. Часто диалог называют полилогом. Что же это такое? Полилог – это диалог более двух участников коммуникации. Словообразовательный элемент греческого происхождения «диа» обозначает не «два», как это можно предположить по сходству с латинским «ди», а «через». И, соответственно, слово «диалог» буквально значит «черезсловие», то есть предполагает попеременное владение словом. Рассмотрим с вами особенности монолога. По цели высказывания монологическая речь делится на три основных типа. Информационная, побуждающая, убеждающая. Разновидности информационной речи – это лекции, отчеты, сообщения. Поздравительная, торжественная, напутственная – это разновидности убеждающей речи. Побудить нас к действиям может политическая речь, речь-призыв, речь-протест. Более подробно рассмотрим с вами явление диалога. Диалог существует в двух формах – в открытой форме и в скрытой форме. Открытая может использоваться в научно-популярных текстах для создания некоторой сюжетности. Скрытая форма используется в монологических текстах разных видов. Художественных, газетных, научных, учебных. Собственно, диалог может существовать как самостоятельный публицистический текст, философский жанр, основная форма речи в драматических произведениях и диалогические вкрапления в виде речи персонажей в текстах художественной прозы. Средствами диалогизации являются вопросно-ответные комплексы, различные обращения к читателю, приобщение его к совместному размышлению, действию, вводные и вставные конструкции, различные формы выражения побуждения, способы выражения предписания, рекомендации, прямо направленные на читателя и экспликации предполагаемых реакций читателя на сообщаемое автором. Русский философ, культуролог и литературовед Михаил Михайлович Бахтин говорил «Жизнь по своей природе диалогична, жить значит участвовать в диалоге». Студенты, как вы понимаете эти слова? Спасибо за ваши ответы. Вы правильно указали, что уважение к собеседнику, грамотная речь, умение слушать – это залог правильного диалога. А сейчас время физминутки. Пожалуйста, встаньте из-за своих рабочих мест. Сделайте несколько упражнений. Приседания, наклоны, вращения, сделайте упражнение для глаз. Вы отдохнули? Можно продолжать. Присаживайтесь. Послушайте стихотворение советского поэта Николая Константиновича Доризо. Берегите свой язык. На нём мы объясняемся в любви, читаем книги, песни распеваем, воспоминания пишем в дневнике, поэмы и стихи слагаем. Любите. Любите же родной язык и грубым словом не поганьте. Родной язык могуч, велик, его цените, уважайте. Любой язык по-своему велик, бесценное наследство вековое. Так берегите свой родной язык, как самое на свете дорогое. Да не угаснет ваших предков речь. И я прошу вас, малые народы, не просто в книге речь свою беречь, а в красной книге матери природы. Студенты, как вы поняли это стихотворение? Какая общечеловеческая ценность определит дальнейший успех разбития любого языка? Студенты, спасибо вам за ваши ответы. Вы совершенно правы. Общечеловеческая ценность, которая в дальнейшем определит успех развития любого языка, это любовь. Любовь к родине, любовь к своему народу, к родному языку. Практическая часть нашего занятия будет состоять из следующего задания. На основе изученного материала составьте кластер речь. Время выполнения задания 10 минут. Выполненное задание отправьте на проверку преподавателю в Платонус, на электронную почту или в Ватсап. Студенты, на этапе рефлексии я предлагаю вам работу с цитатами Бахтина, Винокура и Михайловской. Выберите одну и прокомментируйте ваш выбор. Спасибо вам за ваши комментарии. Я с вами полностью согласна. Как сказал Михаил Михайлович Бахтин, жизнь по своей природе диалогична. Жить значит участвовать в диалоге. Домашнее задание будет творческого характера. Вам нужно составить и записать диалог между героями картины Виктора Михайловича Воснецова в богатыри, соблюдая все правила орфографии и пунктуации. Скажите, какая общечеловеческая ценность объединила этих людей? Спасибо за ваши ответы. Конечно же, это общечеловеческая ценность любовь. Любовь к родине, к родной земле, к своему народу, к своему родному языку. Итог занятия. Скажите, пожалуйста, какое значение имеет монологическая идеологическая речь в жизни человека? Какая общечеловеческая ценность в большей мере помогает нам в жизни, в общении? На заключительной минуте занятия вспомните, о чем мы говорили на уроке. Сохраните эти знания в своем сердце. Самая большая на земле роскошь – это роскошь человеческого общения. Антуан Сент-Экзюпери Номол Красный Him onders Продолжение следует...